Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будет новогодний рум-тур. У нас такая сегодня будет немного пижамная вечеринка, я такая в пижаме. Ничего особенного, на самом деле, я не делала в этом году, не украшивала никак комнату, но есть какие-то моменты, которые... Именно комнату, кухня я в этом году не занималась, но есть какие-то моменты, которые могу вам посоветовать, и мне кажется, что они очень красиво смотрятся и поднимают настроение новогоднее. У многих к Новому году, а ещё нет настроения новогоднее, поэтому я сейчас вам попробую поднять новогоднее настроение, и, может быть, подам некоторые идеи. Итак, первое, что можно сказать, это вот Денька. Денька — это моё новогоднее настроение. Так, он уже вот, я тут заправила всё, бегу, спешу. У нас будет в стиле таком, знаете, домашнем, типа влога, то есть ничего постановочного. Просто пройдусь по комнате и что-нибудь скажу вам. Новогоднее, не новогоднее. В общем, первое, что я могу сказать, первое, что подняло настроение, это вот этот новогодний гобелен. Достаточно часто провожу прямые эфиры в инстаграме, и многие видят этот гобелен и спрашивают. Это первое, что я повесила, и Новый год просто настаёт. Я подумала, что раз у меня такая красивая ёлка здесь есть, и есть тут камин, зачем же мне вообще ставить ёлку? Но всё равно я купила ёлочку небольшую, просто потому что давно хотела, и дальше я вам покажу, какую. Дальше фонарики. То есть этот гобелен, он большой, я взяла самый большой на сайте RossiGal. Посмотрите, там очень много всего, декор и так далее. И вот у меня остались ещё фонарики эти, я их покупала в Галамарте. Но вообще эти фонарики, которые, их можно купить на любом рынке, сейчас они везде продаются. И просто по периметру они у меня висят. Больше здесь в этой стороне у меня новогоднего ничего нет. Мы идём дальше, дальше идём по периметру. Тут у меня ещё до сих пор даже ещё валяются какие-то книжки. То есть я не так, чтобы я прибирала тут всё идеально. Так что вы можете увидеть, что у меня где валяется. И увидите мой творческий как раз-таки беспорядок. Ой, я вас как будто вообще в своё хранилище, знаете, привела. Второе, что мне очень нравится, на что я хочу обратить ваше внимание, это вот эта ёлочка, которую я купила в фикс-прайсе. Часто, кстати, спрашивают, ты столько берёшь в фикс-прайсе, куда ты это деваешь, где ты это хранишь, как ты используешь. Например, недавно мне пришлось купить ещё одно зеркало, потому что мой малыш его удачно разбил. И я купила ещё одно зеркало. Вот такая ёлочка, мне очень нравится. Она вот везде, где бы она ни находилась, она такая зелёненькая, яркая и так поднимает настроение. Здесь у меня для вас лежат уже покупки с Алиэкспресс. Я ещё жду несколько, я сниму для вас видео, женские штучки, всякие приколюхи интересные. Я всегда вот так в корзиночке где-то откладываю, чтобы оно и красиво смотрелось, хранилось и в то же самое время не потерялось. Что я для вас должна снять? Вот эти замечательные подушки, они мне безумно поднимают настроение, потому что они светятся при определённом свете. Я не знаю, тут вам не видно. Они просто сияют, мерцают, как будто, знаете, выпал снег, когда вот, знаете, с утра в 4-5 утра, если встать, идти, и ещё фонари горят, и вот снег выпал. Вот он так блестит. У меня две такие подушки. Здесь у меня просто как бы декор такой, знаете, небольшой. Так вот, типа всё навалено, типа такой творческий беспорядок. И в то же самое время мне удобно всё это хранить. Короче, подушки эти, когда они мне не нужны, они вот так вот лежат. И тоже составляют определённый декор. Кстати, вот эта вот вещь, а тоже эта часть декора, очень хорошо здесь смотрится и очень по-новогоднему. Это здесь хранится вся моя бижутерия, и она так ярко смотрится, как будто, честно говоря, это прям ёлка какая-то отдельная. Так что тоже это интересно. Но это составляет часть моего хаоса, потому что вот мой стол, за которым я работаю. Вы можете увидеть здесь, что вот мой разбитый компьютер, но никак я не могу поменять. У меня вот второй лежит, большой игровой компьютер, очень мощный, причём покупала специально, чтобы тянул игры. Хотела стримы вести как-то, но пока до этого руки не дошли. Он просто большой и тяжёлый, хоть и ноутбук. А этот маленький и лёгенький, и он уже весь у меня, весь тут на скотче, и я никак, честно говоря, не могу с ним расстаться. Я люблю его. Это Samsung Netbook. Нетбук с полноценным, ну как полноценный ноутбук, то есть внутренности полноценного ноутбука, а так размеры нетбука. Единственное, что здесь нет дисковода, и всегда неудобно, что всего два USB-входа. Здесь кое-какие вещи лежат, которыми я всё время пользуюсь, уже не стала убирать. Здесь подарки лежат, сертификаты, которые я раздариваю всем. Здесь флешка и картридер, которыми я всё время пользуюсь. Вот новогодняя брошь, которую я никак не могу прицепить в свой автомобиль. Здесь мой блокнот, ужасный декор, страшный, розово-чёрный. И здесь я записываю все песни, как раз-таки новая песня для вас готовится. Здесь она всякие идеи, лайфхаки, всё записано. Здесь моя новая камера, на которую я буду снимать свои влоги, планирую. Ещё не пробовала, только одно видео сняла, на эту камеру испытывала её, вроде бы ничего получилось. Тут всякие мои духовные вещи лежат, медитации чёткие, Стивен Лабердж, осознанные сновидения. В общем, я тут подсчитываю иногда. Тут вся моя косметика, только я могу разобраться, что и где лежит. Это, в общем-то, тоже, вы знаете, часть вот новогодней какой-то вещи, потому что как ёлка выглядит, знаете, всё это. Вот как бы поставили стол, полки и нарядили их всякой косметикой. Поэтому у меня очень новогоднее здесь всё. Дальше, что мне очень нравится, это ёлочка белая, которую я купила. Я купила её в Хофф, она прикольная. Там есть разные ёлки. Есть ёлки 2500 стоят, такие беленькие. Они ещё с какими-то вкраплениями, такими, как дождик, знаете, перламутровые. А это чисто белая ёлка без вкрапления. Она стоит всего лишь 700 рублей, по-моему. И она здесь прекрасно встала. Это из фикс-прайса. Одни вот такие свечки. Они мне очень понравились, поэтому у меня есть вторые. Но я ещё туда не засунула все лекарства. Денечка, дай мама доснимет. На шапочку. Будешь одевать? На шапочку одевай. Три. Кто тут? Кто тут шапкой делал? Кто Дед Мороз? Кто Дед Мороз? Да и не Дед Мороз. Да и не Дед Мороз, что ли? Давай, садись за руль. Садись, поехали. В общем, сочетание ёлочки и вот этих вот с фикс-прайса как будто свечки мне очень нравится. Вот это вот тоже я взяла у девочки. Такие прянички. Очень интересные. Они тоже мой декор составляют. Но также я ещё и угощаю их. Они там разные, разноцветные. Вот такая вот звезда у меня с Алиэкспресс. Я показывала вам недавно обзор на неё. В общем-то, вот такой ещё момент тоже. Если включить, очень красиво будет смотреться. Вот красная. Немножко батарейка садится, правда. Поэтому я выключу свет и покажу вам, как это всё смотрится. Всё, здесь моя колонка, до которой я никак не могу дойти и спеть вам что-нибудь. И что я хочу сделать сейчас? У меня вот такие штуки в фикс-прайсе были. Вот они покупались. Только есть серебряные. Кстати, вот серебряные есть и золотые есть. Я сначала думала, что может быть повесить сюда гирлянды, которые будут светиться. А потом подумала, что не хочу. И так много всего у меня светится. Поэтому просто вот что-нибудь такое надо одеть. Сейчас вместе с вами введенем. Посмотрим, что получится. Итак, наша ёлочка стоит. Не знаю, какой цвет, как я всё это примеряю. Но примерно вот так. Такая белая она будет у нас оставаться. Или мы её оттеним чем-то вот таким. И я вам скажу, что мне хочется, чтобы она оставалась белой. Сейчас в темноте это смотрится так. Так, сейчас я вам покажу. Вот, в темноте это смотрится так. Очень мило. И мне кажется, что вот это всё очень даже дополнит красиво. Не знаю, как вам, насколько видно или нет. Кстати, у вас в зеркале отражаются наши гирлянды. Красивые. Как мы всё это украсим? Что это за бусины? Кстати, они до сих пор продаются в фикс-прайсе. Так. А они ещё здесь как-то бывают не по-русски сделаны. Да, просто одна длинная. Мы сейчас её просто сверху вниз красиво вот так наложим. Как вам, чтобы это было всё видно. Вот так вот, по кругу. По кругу. Видите, вы стали частью... Частью наряда ёлки нашей. Наряжаем вместе. Очень красиво, кстати, получается. Я вообще люблю, когда, знаете, много всего навешано иногда на ёлке. А иногда мне очень хочется прям по настроению, чтобы было как можно меньше всего. Больше каких-то таких, знаете... Как это? Ничего лишнего, короче. Пусть свисают какие-то тут свисюльки. Весь брак мы немножко спрячем. Так, это мы немножко уберём. Деня пока видит, что я занята, он просто полез в лекарство. Сразу же, сразу же, сразу же. Я не знаю, как всё от него прятать. Всё отрывает, достаёт. В общем, нет ему преград. Ни в чём. В общем, вот так. Очень красиво, на мой взгляд, получилось. Я надеюсь, что моё видео было интересным и полезным для вас. Вы что-то нашли. Главное, что здесь всё бюджетненько. А самое главное из всего этого, чтобы всё это приносило вам хорошее настроение. И вы чувствовали, что Новый год близится. Я, на самом деле, Новый год предвкушаю. Настроение у меня новогоднее с тех пор, как я повесила этот гобелен большой, красивый. Когда выключается свет, мы с малышем просто наслаждаемся. Особенно я, потому что, я не знаю, он, наверное, ещё не чувствует всех этих моментов. И что могу вам пожелать? Я хочу пожелать вам хорошего Нового года. Всех поздравить с наступающим Новым годом. Поднимайте сами себе настроение во всём. Поднимайте его себе и поднимайте окружающим. На самом деле, как только вы украсите свою квартиру, даже какими-то малейшими вещами вы уже почувствуете праздник. И это очень классно, что есть какие-то такие дни, когда есть такая символика, которую можно поставить и что-то предвкушать. Я предвкушаю, и для меня вообще этот Новый год будет необычным. Именно потому что мы собираемся посетить всякие новогодние мероприятия с малышом. И я в своё время мало помню таких вещей, потому что были тяжёлые 90-е, и не всегда была возможность попасть на какие-то новогодние, грандиозные всякие представления. Но я планирую со своим малышом походить на такие мероприятия и сама поверить в Деда Мороза на какое-то время. И хочу устроить своему ребёнку сказку. Я считаю, что пусть верит в Деда Мороза. Сначала я что-то так думаю, да что за бред, он должен знать, что Дед Мороз... А потом как-то всё-таки разделила мнение одной из мам, которая говорит, что у ребёнка должна быть сказка. Ведь в этом же что-то есть. Когда мы такие маленькие и наивные, мы во что-то верим. И только потом нам открывается суровая правда всей нашей жизни. Поэтому давайте верить в чудеса. Есть люди, которые до сих пор верят в чудеса. И вы знаете, я такой тоже человек, который верит в чудеса, может, в каком-то смысле, знаете, относительно чего. Потому что жизнь, она крутая. Она очень всевозможная. И я верю, что... Я верю, что есть невозможные вещи. Даже более того, я знаю, что есть невозможные вещи, казалось бы. Но в мире всё возможно, поэтому не забираем у детей и у себя мечты. Верим в Деда Мороза, желаем подарки. А наши мужья в роли Деда Морозов будут их осуществлять. А мы для своих детей. Мужья для нас, мы для своих детей, наши родители для нас. В общем, взаимосвязь. Всем любви, целую, люблю вас и новогоднего вам настроения. Пока-пока. Данечка, а ты почему балуешься? Ты балуешься? Балуешься прям. Балуешься? Почему? Балуешься? Не obligation. Балуешься. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok